Юрий Горбенко провел свой очередной рейтинговый поединок. Он состоялся в городе Харькове. На этот раз его соперником был украинец Вячеслав Костюк. Поединок получился довольно напряженным и изматывающим для обоих бойцов, рассказывает Вадим Губарев. В Харькове он был секундантом Горбенко. Более того, Вадим Альбертович помогал замеляку готовиться к дуэли. У вас была возможность и соперника просмотреть, и Юру подготовить. Как на таковую подготовку Юра тренируется, но он практически готов на каждый бой. У него есть своя программа, по которой он занимается. Смысл, он меня попросил, говорит, есть возможность со мной съездить, посекундировать ему этот бой. Говорю, ну давай посмотрим. Взял, просмотрел же бой этого бойца. И еще у нас пару дней было, пару тренировок, на которых мы примерно составили планы. Мы же с собой еще 100 сателлини набрали. А Стас, как Юрий подсказывал пред боем, ему подсказали некоторые нюансы борцовской техники. Его противник, это не секрет, он занимался до смешанных боев с самбо-то, видом единоборств. Во-первых, очень такой опытный боец. В его практике за плечами у него есть бои с такими именитыми противниками, как с братьями Емельяненко. В дебюте первого раунда Горбенко нанес сопернику несколько ударов ногами. А затем Костюк попытался сделать проход в ноги и свалить оппонента. Далее бой проходил в партере. Учитывая то, что энергодарец является бойцом-ударником, такое положение было на руку его сопернику. Он в партере и преимущество уже отдает Костюку. Костюк сверху, для Юры это не его родная стихия, и он внизу устает, а он и сверху еще и бьет и отдыхает. А вот это коленом дыхание сбивает очень сильно. Однако Горбенко смог выйти из положения. Соперник допустил ошибку. Теперь уже энергодарец был в более выгодных условиях. Юрий смог зажать противника возле сетки, не оставив таким образом места для маневра. Однако особых дивидендов это не принесло. Рефери из-за пассивности бойцов вернул их в стойку. Юра в первом раунде очень, будем говорить так, не противник, а активнее был. А Юра дал ему это делать. Юра просто осторожничал, я думаю, первый раунд. Первый раунд осторожничал. План был такой, что нужно было входить на ударное расстояние с рук и заходить через ногу, потому что посмотрели, он широко стоит очень на ногах. Передняя нога очень у него далеко стоит. То есть через внутренний лоу-кик заходить и заканчивать комбинацию длинными боковыми свинками. И там по мере того, как попадание, оттуда уже реагировать. Или выходить так же через ногу, или продолжать там его добивать. То есть в партер вообще была задача не опускаться. Практически весь второй раунд энергодарцу пришлось провести в партере. В дебюте второй пятиминутки соперник вновь сбил с ног Горбенко. А терпеть, потому что когда попали в партер, и Юра внизу, и второй раунд, и уже подуставший, и уже как не получается, как в первом раунде как-то перевернуть, то оставалось только терпеть, это прижиматься к нему или прижимать его к себе. Не давать ему никаких действий делать, чтобы судья увидел, что идет партер пассивный и поднял, чтобы в стойку. Удары в корпус отвлекают противника, то его отвлекаются на эти удары. Потому что как ни крути, 100 кг весу это тяжело, любой удар у нас ощутимый. И этими ударами ты отвлекаешь, чтобы потом в дальнейшем перейти на какую-то болевую технику, или на удушающую, или на болевой. Но так как Юра у нас ударник, ему не получалось. Он пытался там душить, но такого противника, который 115 кг весом, и с опытом борьбы тяжело задушить вот так простейшим надавлением ему на шею, предплечьем. Переломным стал заключительный третий раунд. Горбенко удалось провести несколько точных ударов в голову. Противник поплыл. Затем борьба вновь перешла в партер. На этот раз Горбенко оказался хозяином положения. Бой мог закончиться досрочно. Однако соперник вышел из партера. Дальше поединок проходил на ногах. У Костюка прошло несколько опасных ударов в живот противнику. Энергодарец, в свою очередь, переходя в ближний бой, старался активно работать руками. В целом поединок был равный. Об этом говорят и оценки судей. С минимальным перевесом победу одержал Юрий Горбенко. Я с самого начала знал, что будет делать этот противник Юрий. Потому что просмотрел я его очень много боев. Тем более, самое что интересно, если смотрели вы статистику, перед Юрой он 4 боя победил. И мы прервали его победное шествие. А у Юры как раз психологически перед этим было несколько проигрышных боев. Если бы Юра начал делать то, что мы спланировали с ним, а он это делать умеет и довольно-таки качественно, этот бой мог бы закончиться реально в первом раунде. Сейчас спортсмен восстанавливается после тяжелого поединка. Дата очередного боя пока неизвестна. Но ждать долго не придется. Уверен и сам боец, и Вадим Губарев. Остается пожелать Юрию Горбенко удачи и новых побед. Евгений Разиков, Олег Сорокин, НТВ